А-а-а! 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 Я воспринял этот бой по-особенному. Слава богу, я вел себя профессионально. И теперь я показал себя миру. Петр называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль? Кто ноль? Мираб, поздравляю. Это было невероятное выступление. Ты наверняка не сомневался в себе, но знал ли ты, что будешь бить Петра все пять раундов? Я не был удивлен, потому что тренировался со многими бойцами UFC. Побил многих бойцов и побил многих хороших бойцов. Я уже говорил, что мой главный тренинг-партнер — это Алджамейн. Мы много тренировались. И тренировались жестко. Я не был удивлен, но переживал о том, чтобы показать свой высокий уровень. Не хотел каких-то случайностей. На меня дополнительно давило то, что я выступаю от лица людей своей страны. Мы сильно старались с командой. И я хотел показать себя хорошо, не хотел... В любом другом бою мне все равно, проиграю ли я кому-то. Но проиграть Петру... Я, наверное, убил бы себя за это. Он, конечно, хороший боец, я уже говорил. Немного заносчивый. Мне нравятся скромные и хорошие, как люди-бойцы. Не думаю, что Петр Ян хороший человек. Думаю, это поражение заставит его задуматься. Он начнет уважать других бойцов. До этого он считал, что он лучше, что он... номер один, а я ноль. Но это не так. Мы все люди. Идеальных не бывает. Нельзя относиться к людям так. Надо уважать всех. Раньше он меня не уважал, а теперь начнет уважать. Ты в интересном положении. Алджамейн чемпион, а ты сказал, что не будешь драться с ним. Ты будешь драться с претендентами, пока он не поднимется, или будешь драться за пояс после его боя против Генри Сихуда? Я подерусь с кем угодно. Мне надо оставаться в деле, а значит, подерусь с любым. Просто хочу оставаться занятым. Кого UFC даст мне в сопернике, с тем и подерусь. С этим проблем нет, но такая проблема — это хорошо. Два лучших друга из одной команды, и мы... Мой лучший друг — чемпион. А я один из топов. Это хорошо. Мы зачищаем весовую. Это приятно. Я видел, что ты случайно встретился с Конором Макгрегором на тренировке. Он дал тебе какой-то совет, или вы просто приятно пообщались? Я был очень рад увидеть его, потому что я всегда хотел поблагодарить его за все, что он сделал для спорта. Он очень харизматичный и очень скромный. Он сказал, что ему нравится моя смена этажей и проходы в ноги. Сказал, что это красиво. И что ему нравится моя работа. Это большой комплимент. Он большая звезда. И он все еще впахивает. После боя с Хабибом я начал уважать его даже сильнее, потому что он показал свой дух, показал свою жесткость и то, что он настоящий воин. Он очень приятный человек. Без вопросов сделал фотографию со мной и с Алджа. Отнесся к нам по-человечески. Именно в этом все дело. Я видел многих хороших бойцов, чемпионов. Все они очень скромные. Это показывает, насколько они на самом деле хорошие люди. Но Петр, помню, как видел его 4 года назад, он смотрел на нас, как гопник. Вел себя так, словно хотел нам что-то сделать. Ну что это за ерунда? Расслабься, мы с тобой не деремся. Что это? Он то ли хотел драться со всеми, то ли просто смотрел на всех свысока. Вот такое я не люблю. Я знаю, что у тебя была личная неприязнь к Петру, но после боя ты подошел и поговорил с ним. Что ты сказал? Я пожал ему руку и сказал, может, когда-то мы станем друзьями. И на этом все. Благослови его Бог, у него есть семья. Бог с ним. У меня нет с ним проблем. Сегодня победа за мной, а он проиграл. Я говорю, что ему надо извлечь урок о том, что нельзя смотреть на других свысока. Он смотрел на меня свысока, называл меня нулем. А что было? Дальше вы видели сами. Я пожал ему руку. Он боец, он гоняет вес. Он выходит на бой и не прячется. Он ведет себя как настоящий боец. Это понимаю я и все остальные. Как-то так. Петр сказал, что ты принял этот бой слишком близко к сердцу. Думаешь, он на взвешивании тоже принял все на свой счет? Нет, я так не думаю. Он профессионал и хороший боец. Думаю, он всегда так ведет себя. Он гопник. Он вел себя так же с Амели. Так же было и с Алджа. Он говорил, не умолкая, после их первого боя. Все время болтал. Называл нас клоунами. И его фанаты. Он поделился с ними постом Алджа, сделал репост и сказал всем писать в личные сообщения Алджа и его семьи. Такой вот он человек. А главное, Алджа ведь говорил после боя, что проведет реванш. Он согласен. Все этого ждали, а Петр продолжал распускать язык. Он вел себя неуважительно по отношению к нам. Но мы все показали. Алджа побил его. А теперь и я. Он все еще хороший боец, но... Теперь он скромный. Спасибо. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока!